Меня у меня обе интересует мало, честно говоря. Взять ребенка, который ничего не умеет, и постараться сделать из него что-то, что может потом хорошо выступать на взрослом уровне. Если я занимаюсь этим, ко мне пришел человек, мы должны двигаться к каким-то высотам. Ты должен приходить и работать. Евгений, как сегодня выступили твои? Мы каким-то странным образом забрались на четвертое место. Командное? Да, не знаю каким образом. Десять золотых, два серебра, три бронза. Восемь человек, десять золотых, два серебра, три бронза. Еще две категории, прям боль моей души. Ну, там надо было забирать еще два золота. Ну, ладно. А у тебя краснеют уши, когда ты привираешь? А вот они сейчас красные. Ну, что делать? Жень, ты больше тренер детский или взрослый? Ну, у меня в основном дети. Ну, значит, ты в основном детский тренер. У меня в основном дети, да. Моя в основном цель взять ребенка, который ничего не умеет, и постараться сделать из него что-то, что может потом хорошо выступать на взрослом уровне. Ну, то есть, мысль такая. Но, конечно же, основной массив это дети. Но ты ориентируешься именно на подготовку спортсменов. Берешь ребенка и делаешь спортсменов. Не просто там культурно, физически развиваешь личность. У меня есть люди, которые не выступают. Ну, у меня есть в команде люди, которые не выступают, особенно в младших возрастах. И по взрослым есть люди, которые там не хотят выступать. Но к ним предъявляются компетиторские требования тоже. Ну, то есть, он должен работать. Ну, ты иди работай так, как ты живешь. Если он хочет оставаться внутри команды, то он, ну, какой-то минимум он должен делать. Сейчас прозвучала интересная фраза. Если он хочет оставаться внутри команды, то есть, ты можешь выгнать человека, пошел вон, ты несоответствовал. Я? Я могу. Да, у меня есть достаточное количество требований, которые предъявляются к моим ученикам. Конечно, могу. Но это же минус аббик, Женя. Это, у меня, у меня аббики интересуют мало, честно говоря. Вот ты спрашивал все время, у меня у тебя был классный вопрос. Сколько стоит твоя джиу-джитсу? Моя вообще не стоит. Ничего. Ты должен приходить в работу. Не имеет значения, сколько ты платишь, какие дела у тебя. У меня есть работа отдельная. Поэтому об этом я не думаю. Я думаю о том, что если я занимаюсь этим, ко мне пришел человек, мы должны двигаться к каким-то высотам. Пытаться, по крайней мере. Если у него не получится, ничего страшного. Он работал и таким образом и прививается ему культура. Хорошо. Такой вопрос. Вот к тебе пришел человек. С какого возраста у тебя занимаются, ребята? Я беру с шести лет. А, шести лет. И вот через какой промежуток тренировок ты уже вытаскиваешь человека на... Смотря по человеку. Это нельзя точно сказать, какой период должен пройти. Я вижу, что он через три месяца готов. Ну, он может по белым поясам, например, на какой-нибудь подобный турнир выйти и все хорошо будет. Для кого-то год. Для кого-то может быть даже два. Потому что у всех, особенно если мы говорим о детях, у всех разные изначально. Кому-то для того, чтобы прийти на точку ноль, где он может просто начать выступать. Нужно провести очень большую работу. То есть он должен с чего-то... Он должен начать... Ну, например, у него минусовые психологические критерии или физические. То есть он слаб физически, не понимает там каких-то вещей. Сложное восприятие. То есть ты объясняешь ему технику десять раз, он не понимает. Он не виноват. Просто нужно время для того, чтобы он это сделал. Возможно, через какое-то время у него появится больше желания или больше соображения. Или он просто больше поварится внутри зала. Экологичным образом мы сможем вытащить его на соревнования. И сделать с ним лучшую работу, которую... Не просто лучшую работу вот от чемпиона будет. А лучшую работу именно для него. Хорошо. Ты сейчас упомянул. Экологичным образом вытянуть его на соревнования. Что ты имеешь в виду? Как ты вот эту экологичную мотивацию... Ну, вообще, если посмотреть, как я с детьми работаю внутри турниров, это сложно представить вообще экологично и я. Проходи сразу в ноги, что ты ждешь? Давай до конца, до конца, до конца. До конца, до конца. Всял стороны, начинаем ходить. Ну, что ты творишь-то? Встать! Встань на ноги твою! И иди ты ряды, встань! И пошел в сайт контроля, иди снова! Встал! Встал на ноги! Неправильный закон. Зачем ты за голову держишь? Но, тем не менее, это значит, что он ментально и физически должен быть подготовлен для того, чтобы выйти в какую-то категорию. Он должен быть готов к тому, что там произойдет. Выиграет он, проиграет он, неважно. Важно, что он должен быть подготовлен. То есть он должен понимать, что во время соревновательной схватки он будет не в таких условиях, как в зале. Для этого я внутри зала им провожу специально схватки, специально схватки, где я считаю баллы, где я рассказываю все адвентеджи, которые они получают. И потом мы проводим специальную работу для того, чтобы у меня все, даже те дети, которые не выступают, понимали правила от начала до конца всех видов спорта, по которым мы выступаем. Ну, то есть грэпплинг, Невадзе, БЖЖ, они везде должны быть в порядке в плане ментальности. Это подготовка. Физически он должен быть подготовлен. Он должен быть на уровне других ребят, которые в этом возрасте в моем зале. Хотя бы на уровне. Пусть даже проигрывать, но это не имеет значения. Пусть он должен быть готов к тому, что будет происходить. Тогда его можно вытащить на соревнования, и это будет экологично. Он будет спокойно выходить. Ну, пусть даже не спокойно, но он будет выходить и понимать, что он сделал достаточно работы, чтобы находиться в это время и в этом месте. Отлично. Сколько у тебя детей сейчас тренируется? Я не могу даже сказать тебе, честно говоря. Ну, плюс-минус 100. Ну, человек 40. Может быть, больше. Может быть, чуть-чуть больше. Ну, в основном, конечно, если тебе интересен вопрос с компетитерством, в основном все выступают до единого. Все в разной степени. То есть вот сегодня сюда я привез парней, которые не выступают на других турнирах. Они не выступают на официальных турнирах. Они не выступают где-то, где ставки более высокие. Здесь ставок нет. Мы просто приехали на турнир, выступили спокойненько, получили свою обратную связь и можем спокойно ехать домой. Еще несколько таких турниров и можно подходить к каким-то более важным соревнованиям, где будет большая конкуренция, жесткая.